Грядки на колесах и рассада в старом холодильнике. Жители села Гагаренко Называевского района идут на хитрость, чтобы вырастить урожай и хоть как-то прокормить себя. Как и многие села, их деревню затапливает. Вода с каждым годом все сильнее и сильнее поглощает хозпостройки, огороды и даже туалеты. Реакция властей нулевая. Мы выехали на место и удивились тому, как спасаются и выживают в таких условиях местные жители. Нашу съемочную группу встречает почти все взрослое население Гагаренки. Накипело, признаются люди, ни ФАПа, ни магазина, ни детского сада, ни школы. Автобус и тот лишь раз в неделю. Но главная беда в буквальном смысле – под ногами. Вот это было раньше, 15 лет назад, как выглядело. И вот как сейчас болото подошло. Был лес, за лесом еще сено косили, а болото вот там где-то было. А сейчас все залило. Огород уже в ограду переносим, там садим. Сергей Пономарев просит нас идти строго по доскам. Шаг в сторону и ты уже по колено в грязи. Вот он демонстрирует нам так называемые высокие грядки. Пришлось притащить баллоны, вырезать, чтобы поднять землю, посадить кое-что. Вот тут огурцы, патиссоны. Ну, в тех баллонах он. А это оригинальная возможность продлить работу неработающего холодильника. Чего только не придумаешь, лишь бы вырастить урожай, говорят люди. Анастасия перебралась сюда из города. Любовь оказалась сильна, но вот спастись от затопления пока не получается. И это сильнее всего разочаровывает молодую девушку. В ограду невозможно зайти, все, в мостиках, в досточках. То есть ты проходишь и иногда проваливаешься, иногда по колено в воде. Вот тут в доме, в красненьком, там даже в туалет, то есть у них на улице пройти невозможно. Идет просто мостик и тут вода, все, вода. Куда овечки ходят, у них специальные сарайки под овечек, там вообще тоже невозможно находиться. Там все в воде, там овечки, можно сказать, в воде по колено тоже ходят. Хоть им сапоги одевать. В администрации района винят во всем природу. Повлиять на водную стихию не можем, говорит первый замглавы Лидия Кремцова. Высокопоставленный чиновник словно в первый раз слышит о подтоплении многих населенных пунктов и всю ответственность себя снимает. Нужны проектные работы, в первую очередь. Потому что не первый раз это и на уровне губернатора, и правительства ситуация обсуждалась. Поэтому я чисто любительски вам здесь комментировать бы не хотела. Просто меры должны приниматься не только на уровне района и области. Скорее всего, это должно решаться на федеральном уровне с какой-то федеральной программой. Почему проектные работы не проводились раньше, замглавы объяснить не смогла. Не смогла женщина ответить и на вопрос, почему людей лишили выплат в 10 тысяч рублей. Именно столько полагается за утрату имущества первой необходимости. Зато регулярно с жителей продолжается сбор налогов за заболоченную землю. Безразличие. Вообще никакого отношения. Вот я лично про себя скажу. Налог за землю. Знают хорошо, что под самый дом подошла вода. Стая, фактически, они в воде. Качаю чуть не каждый день воду эту насосом. А налоги за землю. 500 рублей. Раньше было как до 75 лет налоги не платили. А тут три года, говорят, депутаты решили так, что вы должны все платить. И вот три года подряд 500 рублей налогу идет. Бьюсь, бьюсь. Ольга – бывший фермер. Поля, зерно, техника. Все было еще каких-то пять лет назад. Теперь нет ничего. А трудья-крестьянина лишь напоминает затопленный гараж. Совсем скоро она продаст дом и уедет отсюда навсегда. Трактора пришлось все продать. И сеяли, и пахали, и машины были, и все у нас было. А теперь все затопило, и ничего этого уже нет. А вот Елена Курашева еще верит, ждет и надеется. Техника на готове. Осталось мужа дождаться с вахты. Но перспективы никакой, понимает она. При нынешней власти сельское хозяйство пришло в упадок. Объемы труда сократились в десятки раз. Муж раньше по тюков пятьсот делал за лето. Покупатели были, скотина была, была какая-то цель в жизни. А сейчас оно просто простаивает. Нам сейчас вот у нас, мы коровку оставили, которая, и вот даже в данный момент, что с ней случись, ее даже пригнать домой некуда. А уже о телятах, там уже и говорить речи нет. Ну вот теперь простаивает, без дела. Ну, думаю, нынче тюков сорок-пятьдесят, может быть, и сделаем для коров. Ну вот так. А дома ее ставить некуда, уже лет, наверное, пять, как бы не больше. Она просто вот так у нас стоит здесь. Потому что загнать даже ее некуда. А раньше все, он за огородами стоял. Почти все эти люди были вынуждены сдать скотину. А ведь когда-то здесь был гремевший на всю страну зверосовхоз. Теперь ни животных, ни производства. Да и за продуктами сельчане вынуждены ехать в райцентр. Ездим, нанимаем такси. Несколько человек нанимают такси. Садимся, едем в город. В магазин заезжаем, набираемся. Опять так же такси и возвращаемся домой. Такси 250 рублей у нас. Хватает на неделю? Ну, хватает на неделю. Стараемся набирать так. Уже с запасами берем. Все село Гагаренко увешано красными флагами. Как признаются люди, красный флаг – это символ спасения и желания ситуацию изменить. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов, Обком ТВ. Ну а после Гагаринки мы очутились в селе Черемновка. И здесь, ругая местную власть, люди приспосабливаются к нечеловеческим условиям. Они признаются, что ни глава района, господин Стопцов, ни его первый зам, госпожа Климцова, в поводковый период к людям не выходят. Видимо, туфельки боятся замочить. Оно и понятно, ведь основная обувь сегодня у сельских жителей – болотники. Татьяна Кондакова встречает нас и переобувает в сапоги повышенной проходимости. В некоторых местах ее земельного участка воды выше колена. Всегда под рукой гидрокостюм и резиновая лодка. Затопленный гараж, сарай, дровник и другие хозяйственные постройки. Вода даже в собачьей будке. Многие жители просто бросают свои дома, иногда возвращаясь с надеждой. Но увидев такое, уже и этого не делают. Ну а чиновники, сидя в сухих, теплых и просторных кабинетах, на мягких, удобных креслах, позволяют себе рассуждать о прекрасном бюджете Омской области и тут же ссылаются на нехватку финансирования. Правильно ли я вас понимаю, что на данный момент, ни в прошлом году, ни в этом году, ни, возможно, в следующем году, администрация муниципального района фактически бессильна в решении этой проблемы? То, что в состоянии сделать администрацию, администрация делает. Это восстановление дорог, это занимается каналом. Каналом занимаются не только администрация, и область, и министерство все в курсе. Конкретно по каналу, что делается по поводу прочистки канала? Ну, он расчищается. В этом году сколько-то денег было выделено. Я боюсь, не называть сумму, могу ошибиться. Денег хватает вам? Его расчистили, вот весной. Расчистили? Да. Полностью канал весь? Я не знаю, полностью или нет. Но работа сделана. Но вода не уходит? Она уходит от Мангута. От Мангута? Да, иначе Мангут был бы затоплен. А остальные-то деревни, кроме Мангута? Вы от меня что хотите услышать? Я хочу понять, когда и какие меры будут приняты в отношении других деревень Называйевского района? Не Мангута, в частности, вот Гагаринки. Ну вот я тоже самое могу у вас спросить, как у депутата законодательного собрания. Вы же в курсе, наверное, что эта проблема областная и касается не только одного района. Да. Правильно? Да. Ну так и ставьте вопрос на уровне области. Депутаты, ваши депутаты, депутаты райсовета принимают нищенский бюджет муниципального района. Да, потому что другого бюджета они принять не могут, его просто нет. Вот какой есть, такой и принимают. Но зачем его принимать, если не хватает, очевидно, денег на то, чтобы спасти людей из подкоплений? Вы хотите переговорить с депутатами совета или со мной? Ну я сейчас к вам пришел. Я не депутат совета и не председатель. Но вы второе лицо муниципального района. Ну и что, я не буду комментировать чужие действия. Лукавит госпожа Климцова. Ох, как сильно лукавит. Какие чужие действия, если стоит ее подпись? Вот документ, подтверждающий наши слова и провергающий высказывания дамочки из Называевска. Тогда она исполняла обязанности главы района. Это еще раз говорит о неспособности власти отвечать за все происходящее и нести ответственность. Замученные и затопленные люди вынуждены приспосабливаться. Переезжать некуда и не на что. Помощи ждать неоткуда. Ну, помощь не предлагают, а предлагают переехать. Ну, переехать я в основном случае здесь. Чем куда предлагают переехать. Почему? Ну, там нет условий. Ну, там они в двухэтажку предлагают переехать. Ну, там ни кладок, ни стаек, ни печки, ничего такого нет. Ну, я лучше предпочитаю остаться здесь. По сути, аварийное жилье получается. Ну, для деревни, может, это и не аварийное, ну, не знаю. Ну, в принципе, я лучше останусь здесь жить.